Так, доброго времени суток, уважаемые любители шахматы, и мы продолжаем наш разбор из Риги, партия номер 7, вот мы хотели подольше, поплотнее, поразборчивее и не выдержали нервы, и на 18-м ходу мы решили разделить ролик на две части, надеюсь их будет две, а не шесть. Ну, под мы решили, конечно, немножко приоречить, решено было в одностороннем порядке, мы остановились на ходе F5, дело в том, что последний ход белый пыл король F1, я уже долго в подробностях рассказывал, в чем заключаются нюансы этого решения, и Даниэль понял, что игра с F5 менее эффективна, потому что ладья с F1 участвует в защите, но король встал на потенциально линию, которая будет открыта в будущем, а именно линия F, то есть F5, F4 есть игра, и он ее инициирует моментально F5, как F4, я уже говорил, что идеальное расположение фигур для белых такой на B3, F4, после чего конь идет на C5, и пункт B7 крошится. Ну, он давно трещит, но после признания F5 он уже раскрошится. Черт, надо срочно что-то делать, и самое логичное, не теряя времени пойти F4, правильно? Но F4 допускает множество решений, на самом деле конь E4 наверняка выигрывает, мне очень нравится техническое решение, мне кажется, что очень сильно с на C6, Ферк C6, Ферк C6, БЦ, и конь приходит на полноценный форпост. То есть белый уже не дает никакого мата, но тут же и ладья идет на F5, потому что уже ее не закроешь так легко путем F5. Ну, в общем, суть позиции приходится к тому, что слабость, 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 у меня уже не хватает маркеров слабость, и... Сильность. Я раскрасил доску все цвета, и лабрики практически. Ну, в общем, суть в том, что конь E4, он действительно намного-намного сильнее слабость G7. Хотя у него очень много клеточек. Компьютер пишет, что после F4 есть более точное решение, после чего там оценка плюс 2, а вот после этого продолжение оценка плюс 1.1, ну, я сильно сомневаюсь в возможности Даниэля удержать эту позицию. Тем более, в этом момент он был намного ближе к 3-1, чем я. Я стал задумываться вот позже. Именно поэтому черные распознали вот эту вот идею и сыграли ладья F7. Кажется, что очень медленно, но с другой стороны ладья становится напротив короля, и F4 их от выигрывает в силе. То есть, представим, что белая пацана, F4, и тут уже конь E4 не сыграешь, потому что пешка отвалилась. Согласен. Потому что ладья на F7 стоит. Поэтому надо делать что-то сразу или препятствовать в интернете черных. То есть, условно говоря, просто такой. Конь B3, ладья F7, то есть сразу решать проблемы, или E3? Ну, E3, кажется, более цельный ход, потому что, во-первых, мы не пускаем парня с C6 на D4 потенциального. Дело в том, что я вот в этот момент попал в некоторую такую психологическую яму, надо вот избегать таких ситуаций. Дело в том, что я понимал, что вот до этого момента я играл явно лучше, чем соперник, намного лучше. И позиция должна выигрываться. И всегда есть опасность, как бы, промедлить, продешевить. То есть, перевес начнет не продешевить, а именно промедлить. Если сразу ничего не навести, то иногда может случиться так, что перевес начнет улетучиваться. То есть, хочется уже ударить на B7, выглядит перспективно, ну, на C7 на C6, на король B7 на C5, к примеру. Идет даже какой-то медленный ход, вроде конь B3. То есть, конь на C6 под такими святками, что он не удерживается. И это действительно очень неприятно. Я начал смотреть какие-то варианты, я не считаю целесообразным даже сейчас их приводить. То есть, на мой взгляд, это практически бесполезно. Они не несут никакой здесь реальной пользы. Компьютер пишет, что оценка этой валиции нули. То есть, черные точными ходами отбываются, но и не могут использовать свой материальный порядок. Получается динамическая равновесие. Я не видел этого варианта, точно помню. Я видел какие-то другие варианты, которые на самом деле не помогают на черных. Мне кажется, что объективно, опять же, с чисто практической точки зрения, вот эти три правильные. То есть, пока просто придержали F4. Опять же, черные... И дали возможность еще королю встать на Е2, и вторая Родиа тоже заиграет. Да, в долгосрочной перспективе черные мертвы. Потому что, когда конь придет нацепять, партия закончится. Черные не могут помешать коню пойти нацепять. Ну, то есть, они никак не могут, если они сейчас уйдут в глухую оборону, а это никак не поможет. Позиция настолько уже вскрыта, у человека настолько много слабостей, что они ничего не могут с этим сделать. Их единственный шанс в контратаке, и, конечно, Даниэль это понимает, играет H5. Ну, конь Б3, вполне логично. Ах4 здесь запаздывали за конь Ц5. То есть, надо что-то делать. Конь А5 пускать сразу нельзя, поэтому ферс Б6. Ну, ход... Помнишь, ты говорил, что не хочется вставать к концу рентген? Ну да, король Е2 я бы пошел. Вставать не хочется, и ход выиграет крайне провокационно, но вот... Король Е2 с идеей конь Д4. Да, король Е2, я думаю, достаточно сильный ход. Еще хочется пойти Ц5. Тогда вот, как ни странно, ферс просто возвращается на Ц7, и вот эта пешка отняла самое лучшее поле у коня. Да, согласен. То есть, все так говорят, можно, и вот можно его провести обратно, и это, наверное, выигрывает. Уже на Д6, да? Да, но как-то я начал чего-то бояться. В общем, мне кажется, что это, может, даже более чистое решение было. Ну, захотелось понадежнее. То есть, король Е2, если уж прошел Е3, то, ну, в общем, вот эта вся конструкция выглядит очень хорошо за белых, если честно. То есть, пешки прикрывают короля, король восстановил взаимодействие ладей. Ладья держит тут, пешки держат тут. Ладья защита, то есть, уже конь-конь, отскок коня грозит. Очень кажется, что все хорошо, но вот Фридман играет просто А4, и вот тут не так очевидно, что делать дальше. То есть, вроде бы уже даже ладья защита, есть отскок, но куда отскакивать, непонятно. На Д4. Д4, как ты говорил, тут есть свои нюансы. Конь-конь Д4 лучше. В первую очередь, конь-д4. Ну, да, это я видел. То есть, кажется, что оно что-то наносится, а на самом деле нет. Ничего не наносится, да? Ну, вот как бы ты не нанес, непонятно, что дальше. Вот как дальше добивать? Ну, побили на... Ну, на Б7 побили. Шах на межуке есть на солдат? Ну, есть. Ну, да, есть. На Д2? Да, вот. Ничего не наносится. Шах. Ну, что, тут ничья, что ли какая-то? Да, положено ничью. Дело в том, что если взять ладью, то действительно... Белый серьезно рискует выиграть, если можно так вывезти. А вот с промежуточным ферзефетом на первую ходить нельзя. Шахов нет, ну и ладья не подключается. Можно просто взять ладью. А иначе приходит туда пускать личный шах. Может быть, черные могут как-то вот в этой редакции взять ладью, но в это является все равно с трудом. Ну, к сожалению, пока отскок не проходит. И ты решил повезти коня через Д2? Ну, понятно, что надо что-то делать. И если я буду радоваться тому, что у меня очень красивая позиция, очень сильный слон, то он просто сейчас передал же, и я получу бат. Это да. То есть надо что-то делать. Конь Д2? Надо нападать на ферзя. То есть я создал угрозу. РСЦ7? Тут хочется отцеплять конь С4, но нельзя. Нельзя по причине того, что черные успеют раньше после РЖ. Там опять же есть длинный, ужасный, сложный вариант. В результате которого у белых ничего не получается. Поэтому... Ты решил эту угрозу нивелировать по тем же А. В общем, все в том, что у белых есть С5 конь С4, черные успевают взять, салон Е5 пойти, поэтому белые должны там наносить на Б7, и начинается мордобой. У меня сейчас нет компьютера, нормально, а надо с этой позиции под рукой. Поэтому я даже пытаться воспроизводить это не буду. Вариантом будет миллиард ошибок. Я решил, что... И правильно решил, компьютер это подтверждает, что надо уже сделать что-то на колецком фланге. Самая четкая удела Д4, но ЖА тоже ход выигрывает. Дело в том, что объективно зачеркнуть здесь самое сильное, конечно, не то, что он сыграл. Он сыграл слану Ф6, это плохой ход. Самое сильное за черных Ф4, но... Опять же, тут у белых есть очень практичное, по-моему, решение. Взяли Смола, взяли, и конь Е4. Понимаешь, когда черная пешка с планом Ф4, это all-in, скажем так. Такой вот покерный термин. Все мосты сожжены. У черных и так была плохая позиция, но после Ф4, поле Е4, оно просто... Самое важное, что есть в этой позиции. Из черной вандали, то есть, никакая контррага, никакая проходная, тут ни о чем даже речь не идет. Этот конь, он просто все съест. Ну, так, так, я от фонаря сейчас привожу ходы, но я... Зеваю вилку, но даже можно без вилки. То есть, конь настолько силен, что... Что ты сделаешь? Просто король придется, берет эту пешку пешка, аж придет в ферзи. Ну вот. То есть, компьютер, он или не засчитывает, или какие-то, нам, бредовые, опять же, идеи защиты вместо F1. Вот он пишет, типа, лишь плюс полтора в этой позиции. Ну, очень простая техническая работа, на самом деле. Поэтому F4 сырена не было. То есть, ход слона F6, он обоснован. Но черный пытается стать контррагуруем. Но с другой стороны, видно, что медленно. То есть, это он только возьмет, потом... F5. Ну, F5 пойти можно, но тут я досчитал до победы, если честно. То есть, опять, правильно, на остаток времени. Так, прошу прощения, поставь на паузу. Секунду. Да, и мы возвращаемся. Немножко нас подвел TeamViewer. Да, и вот только что рассказывал о возможности изменить характер преимущества после F4 и взять на C6. И настолько мне было время, что он здесь пойдет F4, что как-то... У меня даже, ну, несколько там секунд были какие-то идиотские мысли. Вот такие, мне кажется, не только меня, а вообще много кошмаристов посещают в этой партии. Все равно взять на C6. Абсолютно бредовый ход, он ничем не обоснован. Ужасный, слабый ход. Бесполезный. Но, тем не менее, я его рассматривал. То есть, просто поменять ферзей, чтобы поменять ферзей. Ну, там белый раздается перевес, но это была бы совсем другая позиция. Ну, просто скажу, что бывают иногда такие заскоки. На самом деле, конечно, секунду через 10 я успокоился, начал считать жертву на B7. Потому что позиция уже созрела. То есть, я избавился от всех поползновений из черных с проводом пешек, эти ферзи, аж 3 какой-то иди нет. То есть, коль бы ты их выигрывает, наверное, но уже можно и наносить. Все срастается. Ну, опять же, если король B7, то это даже хуже. Ну, что ладя B1, ну, это худшая редакция вот этой позиции в слишком качестве. То есть, ход ферзь C6, ферзь бэл B7 пошла очень на лучшем. Ну, вот тут слон C6, ферзь C7. По сути, то же самое, но даже ход черных. По сравнению с той позиции. Но ничего не меняет. То есть, у белых простая идея. Они хотят пойти ферзе 6, шах, потом ладя B7. С выигрышом фигуры. И от этой простой идеи очень непросто защищаться. Ну, вот он пошел. Ладя Н7. Да, он быстро пошел для Н7. Я должен сказать, что я не видел этот ход. Но иногда надо... Если бы я, возможно, увидел бы этот ход, я бы отказался бы от жертвы. Еще могли бы произойти какие-то чудеса в этой партии. Но ты говорил, Тали иногда позиция такая, что надо все-таки верить в жертву. Но у тебя немного другой подход. Кирилл, ты веришь в жертву вне зависимости от позиции. От того, какая именно эта жертва. Это, наверное, не совсем правильно. Но вот тут вот у белых есть еще прямые поползновения ферзе 6, ладя B7 не проводят. Но есть еще один ресурс усиления. Он, в общем-то, очевидный. Он кажется немного медленным, но это ничего не значит. То есть слишком большой запас прочности. Сэ5 и конь идет на D6. Когда у белых четвертая фигура будет вот так вот. В атаке уже ладя B7 там будет проходить и позиция против закончится. Ну и скажу, что сразу ладя B7 здесь уход тоже есть. Но надо уже все-таки рассматривать этот вариант жертвы ферзя. Здесь, наверное, выиграла, но лучше до этого не доводить. То есть C5 был правильный. Попытался соперник прикрыть поле D6. То есть слон E5. Конь C4. Понимаешь, какой нюанс? Дело в том, что он прикрыл поле D6, но слон не может здесь оставаться. По двум причинам. В первую очередь по той причине, что после ладя B7 это будет перегрузка. И в результате это размер операции, и в конце слон отвалится. То есть слон до кого-то девать отсюда, но это сложно, потому что он не должен уходить с диагонали B8 H2. Поэтому... Северник сделал такой немножко странный, противоестественный ход слон H2. Ну, не очень. Сто черных много способов завершить партию. Белых, прошу прощения. Самый простой ладя B7. Так я и сыграл. То есть, конечно, объективно здесь самая сильная эффект B7 была. После чего бьем. Ну, какое-нибудь взятие. Да, как сильнее. До ладей, наверное. В любом случае шах. В общем, действительно, тут белые... Короче, агония. Белые не дают мат, но у них ферзий много миллионов пешек за две ладьи. Плюс это матовая атака вся остается. Д4, Д5. Конь хат перейдет. Ну, ужасная позиция. Можно пить кофе. Да, соперник предпочел, как бы, сохранить ферзя. Но, это, конечно, объективно, это грубая ошибка. Что тут есть удар конь B6, очень несложный. Ну да, если на взятие мат в один ход. Ну да, если на B, то, как ни странно, это не мат, потому что есть еще у нас на B8. Не мат только в следующем ходу. Зарядница. Да. Ну, а так-то у короля нет отхода, поэтому ферз B6. Ну, и просто CB. Ну, тут уже решающий материальный перерез. Ну, и кроме того, как ни странно, тут еще и не получается санас есть. Потому что если ладья B7, то довольно неожиданно вот это мат. И король B7, то потеряется ладья. Поэтому белые должны еще, черные должны уходить королем, еще давать второго ферзя провести. Тут уже говорить не о чем. Да, поэтому, разумеется, мой соперник здесь сдался. Ну, вот такая партия, довольно редкий случай, когда вот, начиная с такого-то там десятого хода, у белых один и тот же план, он прошел практически в чистом виде. То есть, вскрыли линию B, просто поставили по ней мат. Ну, против сильного Росвейстера получается такое нечасто. То есть, единственное, там, ну, в два момента надо было проявить аккуратно. Вот король F1 и E3. То есть, контр-игру минимизировали, и когда уже ее нет, тогда уже можно продолжать давать мат. Ну, опять же, довольно редкий случай. Все это позволит к выводу, что, мне кажется, субъективность, особенно в реальной партии реальных шпатистах, вот конь H6 очень рискованный. Потому что план с H4 и H5, вот этой задвижкой пешки, очень неприязнен для черных. То есть, в качестве возможного усиления, я хотел порекомендовать тут все-таки ход ЖАР, после чего позиция не настолько плохая, но все равно, черными не советую сюда идти. То есть, есть много других ходов, у них E6 и у них H6, после чего позиция неплохая. Ну, а с моей стороны, вроде бы, относительно чистая партия, грубых ошибок не было. К сожалению, этого, того же самого нельзя сказать про партию из следующего тура. Кому интересно, оставайтесь с нами. Да, всем спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»